так пришел мой французский нож точнее мой французский дурной нож с говняным с говняной сталью вот так вот под дурные задачи как и обещал делаю разбоксинг ну и легенький обзорчик такой значит этот нож у нас называется дзю как зовут нашего певца ну точнее как бы диджо наверное не знаю как называть где-то как-то так значит что мы делаем находится он вот такой коробочки пластмассовой красивой оригинальной покупал его на официальном сайте вот так вот упакован значит что у нас внутри у нас внутри нож вот так вот упакован куча макулатуры всякой наклеечки вот его даже есть чехольчик под него значит почему я покупал этот нож значит этот нож покупался под определенной задачей поставилась цель значит самого взять купить себе самого легкого но и тоненького ножа для для того чтобы я смог носить их на спортивках я по стариковски перешел уже на спортивке у них удобно ходить а вот нож все мои старые ножи они тяжелые и они либо вписают либо короче в общем неудобно болен как вот сюда вытянуть вот так значит они мои спортивки оттягивает теряется они у меня сползают в общем короче не комфортно поэтому была ситуация где надо был нож а я из-за того перестал их нажить меня ножа при себе не было не страшно там надо будет что-то распечатать по моему там или что-то я не помню вот но дело не в этом короче я вот решил себе на день рождения сделать такой подарочек значит ну по ощущениям нож очень легкий вот так он у нас складывается вот так он у нас одной рукой его не откроешь наверно на стреляться вот такой у нас тонкий очень легкий как пушинка по ощущениям острый скобочка у нас вот такая вот значит по остроте мы сейчас проверим бреет то есть вы видите да нож бреет значит сталь хоть и говняная но нож очень острый сталь у нас блин я не помню как она цетриэл шмел короче блин я не помню как называется я в этих делах не великий гуру у меня есть специально обученные люди которые в этом разбираются они мне в принципе и как бы сказали про эту сталь что она не сильно вот ну как бы все как бы все вот такие вот дела спасибо за внимание